Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, дорогие друзья, телезрители! С вами информационно-познавательная телепередача «Семейный доктор». Сегодня мы в Центре неврологии, эпилептологии и электроэнцефалографии головного мозга. Тема нашей передачи очень коварная, распространенная, не щадящая как взрослых, так и детей заболевания, эпилепсия. О том, как ее лечить, расскажут специалисты центра. Не приучайтесь, будьте с нами. Человеческий мозг – это очень сложный механизм, который управляет всеми функциями тела. Малейшие изменения в его структуре отражаются на работе организма. Одним из таких проявлений является эпилепсия. Сегодня в программе речь пойдет об основных проявлениях этой патологии у детей, а также о методах диагностики и лечения. Эпилепсия – это хроническое неврологическое заболевание, которое характеризуется наличием определенных состояний, которые называются эпилептические приступы. Эпилептические приступы связаны с чрезмерной электрической активностью нейронов головного мозга. Мы все знаем, что в норме головной мозг вырабатывает электричество. Так вот, эпилептический приступ, он связан именно с гиперчрезмерной выработкой вот этого электрического импульса в виде вот таких вот электрических разрядов. В зависимости от того, в какой части мозга локализуют этот разряд, имеются такие клинические проявления этого приступа. То есть это могут быть приступы судорожные, но с наличием определенных неврологических симптомов, таких как утрата сознания с выполнением каких-то автоматических действий. Либо это может быть, например, подергивание какой-то там части тела, либо это общие такие генерализованные вздрагивания. Либо это какие-то непонятные ощущения по типу там ползания мурашек или онемения в какой-то части тела. Либо это приступы, которые могут сопровождаться какими-то, в общем-то, необычными состояниями, как, например, там, допустим, наплыв воспоминаний. Или какие-то не совсем объяснимые чувства, там, допустим, страх или волнение. А у детей эти приступы, они могут быть даже не похожи на приступы эпилепсии. То есть ребенок сидит и замер, как будто задумался. Это уже может быть приступом. Ребенок сидит и у него глазки заморгали. Это тоже может быть приступ. Ребенок хивнул там как-то. Это тоже может быть приступом. То есть в детской практике приступы они такие. Причин, посредством которых возникает эпилепсия, очень много. И вот один из основных. Чаще всего они у детей возникают, бывают идиопатические формы эпилепсии, симптоматические формы эпилепсии. В зависимости от того, как поражен головной мозг, есть ли структурные нарушения в головном мозге, тогда это симптоматическая форма эпилепсии. Есть формы эпилепсии, которые характеризуются, которые возникают без структурных нарушений в головном мозге. Это идиопатические формы эпилепсии. Ну и основная характеристика этого заболевания, характеризуется это заболевание тем, что возникают непровоцируемые приступы. Основным методом диагностики при эпилепсии является сон. То есть в центре есть специально отведенное место, где пациент в течение двух часов находится в глубоком сне. Мы сейчас, получается, в отделении диагностики клиники. Рядом со мной медбратья, которые сейчас нам покажут манипуляцию именно диагностики. Мы сейчас пройдем и сами все увидим. Ну, пойдемте, ребята. Так, у нас пациент. Как зовут? Кристина. Кристина? Вставай сюда. Вот так, молодец. Сюда повыше садись. Давай. Вот так. Ночки ровно держи. Ножки ровно ставь. Вот так, молодец. Так, начинаем с того, что убираем с волос, то, что на волосах находится, резиночку. Так. Волосы все у нас вот собираем. Голову ровно держи. Хорошо, в одном положении ровно держи. Вот так. Так, берем обычный метр, измеряем голову. По точкам будем выставлять. Все, мы почти полностью измерили его. Так, здесь у нас получается унипаста, гель, вата. Ватные тампончики. Так, уберем ликопластырь. Ну, такого небольшого размера ликопластыря готовим. Берем ушную электроду. Так. Унипасты. Убираем его, гель. Унипаста это проводит... Да, вот для чего они предназначены, наверное. Адгезивная унипаста у нас. Она вот контакт проводит кору головного мозга. Сверху у нас сразу гель идет. После всей проведенной манипуляции, получается, сколько ребенок находится во сне? Ребенок находится во сне, ну, у нас полтора часа выяснили, делится, трехчасовые, ночной мониторинг. Это имеется в виду, ночные, ночные сантиметры. У нас вот, смотря на возраст ребенка, если совсем маленькие, минимум 40 минут должно быть записи на ноги. Если меньше 40 минут, это уже, как имеется в виду, не хватит для расшифровки. А так у нас, получается, если пациент уставший, он, если спит хорошо, то некоторые у нас даже больше полтора часа пациента искать. Но по истечению, конечно, какое-то время их не заканчивается. Мы заходим, сами будем пациента, записываем пробуждение. И потом уже запись останавливаем, сохраняем, да, свойства анемности записываем. И пациенту шапочку снимаем, в дальнейшем они уже ждут, то есть уезжают домой. И где-то в течение недели приезжают, и заготовлены на диапазон. Ну что ж, дорогие друзья, телезрители, мы сейчас, значит, с вами все вместе увидели один из эффективных методов диагностики. Это электроэнцефалография головного мозга. Поэтому, если вдруг вы заметите у себя, либо у своих детей вышеперечисленные врачами симптомы, то, конечно, необходимо просто сделать такую вот диагностику, да? В медцентр приехала мать с дочерью, у которой врачи обнаружили эпилепсию. У нас туда Кургана приехала. Нас направили в Алма-Ату, где-то у нас с шести началась вот эта, у нас как эпилепсия. Приступы маленькие, потом больше и больше у нее начались. А потом мы обратились в больницу, нас вот сюда отправили. А она падала, если что? Ну как, нет, не падала. У нее просто вот так, у нее там зарода. При вышеперечисленных симптомах необходимо обратиться к нейрохирургам и невропатологам, ведь наряду существует осложнение, которое может привести вовремя нелеченная эпилепсия. Прогнозы разные, то есть зависит прогноз, зависит от степени развития этой эпилепсии, от формы эпилепсии, то есть так просто прогноз сказать нельзя. Кроме задержки развития, если не лечить вовремя и не получать квалифицированную терапию, это ведет, конечно, к инвалидизации, грубой задержке нарушения и умственной отсталости. И кроме того, есть многие приступы, которые тяжелые, то есть ребенок падает, получает травмы и, естественно, инвалидизироваться может. Мы со съемочной группой приехали в благотворительный фонд «Кенгжурек», созданный такими же, как и мы с вами, людьми, родителями, у которых дети, к сожалению, страдают эпилепсией. Они решили не сидеть на месте, а помогать не только своим детям, но и всем тем семьям, чьих детей постигла эта хворь. Наш фонд занимается конкретно проблемами эпилепсии. И те люди, которые сейчас здесь работают, это люди, которые пришли не случайно. И фонд был создан совершенно не случайно. На сегодняшний день в Казахстане пока нет подобных организаций. И на самом деле здесь очень много работы и много вопросов, которые волнуют каждого родителя в отдельности. И все началось с того, что у меня и еще у нескольких мам, с которыми мы познакомились. Следующие проблемы – это в первую очередь диагноз ребенка, эпилепсия. В принципе, она нас всех и познакомила, потому что мы чаще всего ознакомились в больничных палатах. Это был тяжелый путь, и он сейчас проходит путь преодоления этого заболевания. Мы как-то друг друга понимали, поддерживали, помогали друг другу в плане лекарств, в плане поиска реабилитации для наших детей. И таким образом мы общались около двух лет. С мамами, которые сейчас в фонде работают, мы очень хорошо общаемся. И уже в течение двух лет у нас все к этому шло. Мы как бы хотели, хотели и хотим. И помогать родителям таким же, которые столкнулись с такими же проблемами. Но основные наши проблемы – это, к сожалению, лекарства сейчас очень остро стоят у нас, в нашей стране. Есть сейчас в развитых странах очень много препаратов нового поколения, которые очень хорошо помогают нашим детям для оккупирования спидоров. Как говорят, чему быть того не миновать, и в глазах родителей надежда, что их детки выздоровят. Где есть сплоченность, там есть и благо. Родители благотворительного фонда «Кенжурек» вкладывают все усилия на пути к выздоровлению их детей. Также свой непосильный вклад вносят и волонтеры фонда. Ну что ж, мы подошли и к главному вопросу, как лечить эпилепсию. Я познакомилась с одной девочкой, у нее очень серьезное генетическое заболевание, туберозный склероз, которая также сопровождается еще эпилепсией. И проблема была даже не в том, мы как волонтеры помогали собрать ее семье деньги для покупки лекарства. Но проблема даже была не в деньгах, это лекарство очень дорогое, но проблема была в том, чтобы достать это лекарство. что это лекарство не зарегистрировано в Казахстане. То есть они не могут его просто здесь купить. И она обратилась реально за помощью, чтобы помочь достать это лекарство за рубежом, потому что оно продается только там, в других странах, где оно зарегистрировано. И я просто написала пост на фейсбуке, у меня очень много друзей по всему миру. Я просто написала пост на фейсбуке, что вот, очень срочно нужно лекарство для девочки. Описала ситуацию, написала очень красивый пост, такой призывной, да. И очень многие мои друзья отозвались, за что я очень благодарна. И вообще мир действительно состоит только из добрых людей. И очень многие прислали мне это лекарство даже бесплатно. Из Германии, Швеции, Турции. Несколько упаковок лекарства эта девочка получила бесплатно. Вот в качестве подарка от других людей, со всех, с разных уголков мира. И потом, как раз таки благодаря вот этой девочке Айланам, я, то есть когда вот ее родители стали давать телефон другим родителям, которым тоже нужно было это лекарство. Вот, они стали тоже обращаться. И благодаря этому я вот так постепенно познакомилась с фондом Кенжурек. И в конце нашей программы по традиции вопрос о профилактике. Как защитить вашего ребенка от тяжелых последствий эпилепсии? Лечение эпилепсии больше всего все-таки медикаментозные методы лечения. То есть самые во всем мире применяемые препараты, которые хорошо удерживают приступы, хорошо лечат эти приступы. Вот, в данное время все-таки есть и другие методы лечения. Если говорить о сирургическом лечении. И следующий метод, который активно в настоящее время развивается в мире, это метод так называемой тетогенной диеты, который в настоящее время активно действительно изучается и развивается во всем мире. И в некоторых случаях, при некоторых формах эпилепсии, это действительно безальтернативный метод лечения. Особенно при эпилептических синдромах, которые происходят на фоне, допустим, нарушения обмена веществ, нарушения метаболизма. Либо существуют такие формы эпилепсии, которые идут на фоне так называемых метахондриальных заболеваний. И поэтому в настоящее время, когда этот метод лечения, тетогенной диеты, он активно изучается и развивается в мире. Дети, вверенные создателям созданий. И мы с вами, дорогие друзья, в полной мере отвечаем за их жизнь, за их будущее. На сегодняшний день эпилепсия остается очень острой, социально значимой проблемой. И хвала Всевышнему, что сегодня есть у нас все возможности, чтобы помочь нашим деткам. На этом все. Берегите себя, своих деток и будьте здоровы.